Стройбетон производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Ильинская Слободка, 42. Земли в счет долгов. У злостных должников земельные наделы пойдут с молотка. Эта мера вынужденная и касается как юридических, так и физических лиц. Только по земельному налогу бюджет не досчитался более 300 миллионов рублей. Взыскание идет, что называется, по всем фронтам. Должников закидывают уведомлениями, вызывают на комиссию и даже встречают по месту работы. Подробности в репортаже. Что-то явно не то. Кабинет начальника просто так не вызывают. Но сегодня сотрудников КИФАТа здесь ждет не директор, а налоговый инспектор. Налоговая инспекция выезжает в организации с рядом информации, со списком людей, которые по какой-то там степени не заплатили налог. Имущественный налог за дом, машину или землю не заплатили около 50 сотрудников КИФАТа МК. Инспекторы вручают работникам уже готовые распечатанные квитанции. Осталось только пойти и заплатить. К слову сказать, само предприятие – крупнейший налогоплательщик в городе. Без копейки долга. Если к вам пришли уже плохо, лучше же бы когда к вам не приходят. Долги работников КИФАТа, конечно, ничто по сравнению с теми суммами, которые звучат на комиссии в администрации. Сюда вызывают самых злостных неплательщиков земельного налога. Например, фирмы Алексея Полунина должны в бюджет больше 30 миллионов рублей. Владелец гектаров с суммой не согласен, поэтому, дескать, и не платит. И сумма налогов будет уточняться после вступления решения в силу суда. Это 2015 год. Когда будет уточнена стоимость, мы будем оплачивать налоги единовременно. Потому что у нас изначально стоимость налогов была завышена в 6 раз. Кадастровая стоимость земельного участка, это установил суд Московский областной, кадастровая стоимость была завышена в 6 раз. Аналогичные отговорки почти у каждого крупного землевладельца-должника. Ещё прикрываются кризисом. Гектары под дачное строительство никто не покупает. А налоги и пени капают, копятся и, как следствие, переваливают за миллионы. Уговаривать и предупреждать таких должников больше нет смысла. Только ультиматум. Я сейчас ставлю график до 15 сентября погасить минимум 30% задолженности. Общая сумма долга по земельному налогу 320 миллионов рублей. Именно столько муниципалитет не потратил на больницы, дороги и детские площадки. Ведь земельный налог поступает в местный бюджет и расходуется в первую очередь на социальную сферу. Поэтому, как говорится, не хотите по-хорошему, будет по закону. Если сегодня не будет исполнен тот график, который мы наметили, то мы переходим, конечно же, к таким уже мерам жестким, как накладывание арестов на земельные участки и выставление их на продажу с минимальной стоимостью, с целью именно погашения задолженности и дальнейшей реализации этих участков. Процедура продажи земли с молотка сложная и занимает немало времени. Но в районе уже есть не один прецедент, когда поля арестовывали и выставляли на аукцион. Владельцы гектаров в этом случае теряют не только участок, но и надежду на прибыль от продажи земли, что было изначально целью, когда бизнесмены скупали сельхозугодие. Но это уже совсем другая история. Олеся Торбенкова, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.